Девушки отдыхают Футболку и конфеты? Такого еще не было никогда! Добро пожаловать в Душанбе! Это «Жизнь других». Вы знаете, такое выражение есть «понедельник – день тяжелый». А вот представьте, как бы вам жилось, если бы каждый день был понедельником. Оказывается, так вполне можно жить, причем легко и хорошо. Спрашивайте, как это возможно? Сейчас я вам все расскажу. Душанбе Душанбе, казалось бы, знакомое всем нам названием, всем нам известного города. Однако знакомое не настолько, чтобы многие знали, что само слово «Душанбе» переводится как «понедельник». И вот поэтому в столице Таджикистана и есть 7 понедельников в неделю. Но местных это никак не смущает, и они живут своей счастливой жизнью. Вот, например, Нилуфар. Вполне может себе потратить полдня на то, чтобы подготовить стол к приему гостей. Эй, ну в данном случае меня, поэтому я только за. Или вот Мехротш и его команда. Он родился и вырос в Душанбе, и всю жизнь занимается своей любимой борьбой совершенно бесплатно. Ну разве не красота? А вот если бы в Душанбе родилась и выросла я, Жан Бадуева, то она бы наверняка постоянно опаздывала на работу и каждое утро бежала бы на городской автобус. Стоимость проезда в автобусах небольшая. Два с половиной сомани. Но вот самих автобусов в городе немного не хватает. Поэтому если бы Жан Бадуева здесь не родилась, а рожала, то тут уже, наверное, взяла бы такси. Вы знаете, Таджикистан каждый день разрастается и разрастается. Вы спрашиваете, почему? А я вам скажу, только в этом роддоме каждый день рождается от 20 до 45 детей. Представляете, каждый божий день. Если вы загляните в местный роддом, то визуально ничего нового для себя не увидите. Да, все ухожено, чисто, аккуратно и, конечно, очень похоже на то, что во многих больницах. У нас роддом государственный. Впрочем, частных в Таджикистане нет вообще. Родить можно только вот в такой клинике. Все государственные роддома бесплатны. Кормят бесплатно, палаты бесплатно, роды бесплатны. Все бесплатно. Но за анализы ты должен платить весь список, перечень и цена. Вот тут вот висит, утвержденная, с печатью. То есть тариф. Вот ты приходишь и смотришь, например, надо тебе сдать гемоглобин, который стоит, пожалуйста, вот 12. Прямо здесь вот есть банкомат. Никуда ходить не надо. Наличка. Наличка тут не ходит. С 1 августа вышел новый закон, что никакой налички. Только безналом. Еще мне посчастливилось заглянуть в родильную палату. А посчастливилось потому, что свободными они здесь бывают крайне редко. Вот это родильный зал. Все занято. Представляете, только вот один свободный. И тут вот она рожает, тут она с ребенком. После родов лежит 2 часа. Вот так такая просторная палата. Ну, представляете, так вот хорошо, светло. Она тут очень тепла. Очень вообще везде тут очень тепло. Если роды прошли хорошо, то мы выписываем женщину уже через 24 часа. А если есть необходимость, то оставляем еще на 1-2 дня. И вроде бы все опять все же понятно и как везде. Но кое-что необычное мне все-таки разузнать удалось. Но самое интересное, что если женщина таджичка и муж ее таджик, то имя ребенку они могут выбрать только из предоставленного списка таджикских имен. Если другой националист, то выбирай, какое хочешь. А если вот местные, то только такие имена. И нечего вот этого нам всяких других имен. Правильно? Еще, согласно нашим традициям, принято отправлять роженицу с ребенком жить к свекрови или к маме на 40 дней. А уже на 40-й день устраивается большой семейный праздник. Конечно, тут очень любят отмечать свадьбы, дни рождения, пышно, красиво. Но и тут есть свои ограничения. Для каждого праздника существуют свои определенные нормы, соблюдение которых контролируется комиссией по упорядочиванию традиций, торжеств и обрядов. А регулируется законом с таким же названием. Например, на свадьбу у нас запрещено приглашать более чем 200 гостей. А перед празднованием обязательно указать место и получить разрешение в государственных органах. Праздник обрезания можно праздновать только в узком кругу и без забоя скота. Местные законы для нас могут показаться странными, но местные, наоборот, их поддерживают и считают их очень правильными. И вот почему. Везде, где я только не была, меня встречали с искренностью и размахом. Словно я самый дорогой гость в их жизни. Но именно в этом гостеприимстве и кроется суть проблемы. Ну, такой уж у нас менталитет, что если устраиваешь какой-то праздник, то пригласить надо всех. И если я говорю всех, то это значит вообще всех, кого знаешь. Вот только обходится это совсем недешево. А денег у народа и так немного. Поэтому закон направлен на повышение социального и экономического уровня жизни граждан. В законе именно так и написано. Это правильный закон, так как до него многие брали кредиты и влезали в долги, чтобы что-то отметить. Или попросту не могли отдать дочку замуж, так как это слишком дорого. Гостеприимство тоже должно быть в меру. Вы сейчас задаетесь вопросом. Скорее всего, Жанна сейчас будет рассказывать про национальную кухню, про гостеприимство. Но нет, ребята, я просто в школе, в кабинете директора. Вполне нормальная, объяснилая ситуация. А что, разве не так? И если что, то это далеко не все, с чем меня здесь встречали. Все показывать и двух выпусков не хватит. Добро пожаловать в Таджикистан! Спасибо, спасибо, дети. Угощайтесь. Спасибо. Это медик, да? Давайте я подержу. Вот так вот оно в Таджикистане. Пришел, сел и забыл зачем. Пришел. Наевшись, напившись и посмотрев небольшой концерт, наконец-таки можно пойти и посмотреть школу. Господи, слушайте, я была во всех школах мира. Вы понимаете, я такого не видела. Тут для пятых, шестых классов сиреневенькие стульчики из стола. Ну это же красота. Мой бы ребенок, если увидел бы такой класс, она бы сошла с ума. Я бы так вот училась и училась, училась и училась. Сиреневенькие парта. Ой, красота. Так, идем дальше. Класс такой красивый, такой светлый. Ну вот сами школьники уже не такие разноцветные. Вот нашла в коридоре несколько красивых детей. И вот хотела рассказать вам про форму. Форма у них, вот видите, такая обязательная. То есть в начале года им дают, значит, что у тебя тут входит? Жилетка, галстук. Еще пиджак и две пары брюк. А у девочек у вас, значит, сарафан, да? Два сарафана, тоже пиджак и галстук. Если ты забыл или просто пришел в школу без формы, то охранник тебя даже за ворота не пустит. Придется идти домой и переодеваться. Сколько стоит такая форма, вы знаете? 300 самани. Я, знаешь, просто была в древней школе еще училась. Я как вспомню эту свою школу, когда мне нужно было каждый день менять белый манжет и белый воротник. Я как вспомню, я думаю, боже, какие вы счастливые дети, понимаешь? В местную школу детей берут с 6 лет. И учатся они там 11 лет. Но обязательных только 9. Система оценивания пятибальная. А учатся в этой школе с 8 утра до 4 вечера. У нас школа частная, поэтому мы учимся несколько часов дольше, чем в государственной, и отбираем учеников. Еще отличаемся тем, что выдаем учебники и набираем в классы не больше 24 человек. Стоит это 16 тысяч самани в год. Да, ну и, конечно, кормим детей два раза в день. Голодных детей ничему не научишь. Это наш привычный обед. Здесь суп, тефтели, рис и мясо с овощами. Все это традиционные блюда. А этот суп, он со сливками или еще со сметаной? Да, таджикская сметана. Называется чака. Так, ну, чаки, как и всего остального, я наелась еще в кабинете директора. Так что, извините, обед пропущу. Лучше загляну на урок рисования, который здесь проходит просто на улице. Это все время у вас урок проходит на улице? Когда хорошая погода всегда. Слушайте, здорово, да? А, здравствуйте! Да, и вы учите детей рисовать, да? Здорово. А есть бездарные? Нет, только талантливые. Это мой муж не пришел к вам на урок. Мамма-ми, это ты рисовал? Да. Посмотри. Классно, боже, спасибо тебе огромное. А кроме цветов, каравая, концерта и портрета, меня ждал еще один концерт. Спасибо большое. И, казалось бы, ну какое я после этого имею право хоть одно кривое слово сказать о местной школе? Но, с другой стороны, я только что узнала, что здесь запрещены выпускные. Все верно. Выпускные праздновать у нас запретили по закону. Но тому есть причина. Бывали случаи, когда молодежь так гуляла, что выпускные заканчивались для нее трагично. Поэтому школьные правила пришлось ужесточить. Ну да, конечно, я бы хотела надеть красивое платье и пойти на выпускной бал. Но у нас и без этого есть много школьных праздников. Так что все нормально. Надо сказать, что в школе молодое поколение мне только хвалили. Мол, хоть и в серой форме, но все белые и пушистые. Но это же дети. Поэтому то, что мне рассказали по этому поводу позже в семье, я тоже не могу вам не показать. Дети сейчас, знаешь, тоже хотят носить модную одежду, пахнуть брендовыми духами и иметь крутой гаджет. Капризно и страшно. То есть есть такое, что ребенок приходит со школы и говорит, мам, ты, конечно, извини, но мой старый телефон уже плохо выглядит. Еще бы. Мы ему 13. Так он мне, знаешь, что заявил? Говорит, пока ты мне телефон последней модели не купишь, я на первый звонок и вообще в школу не иду. А как вы воспитываете детей сегодня? Вы их наказываете? Ну, вы хоть что-то запрещаете? Да. Если бы мой ребенок сказал, что я не пойду в школу, потому что у меня нет телефона, то я-то сейчас просто не хочу на камеру говорить. Ну, признаюсь честно, тогда я дала слабину и купила. Но, конечно, если сильно провинился, то я заберу все. И телефон, и приставку, и даже пульт от телевизора. Вот, наконец-то. Нормальные люди. А то я уже... Так, ну ладно, пора вернуться в школу. Хотя я, кажется, уже со всеми здесь поговорила, на всех посмотрела и со всеми познакомилась. А нет, нет, вот еще охранник. Что входит именно в ваши обязанности? Вот утром приходят дети. Что вам надо делать? Я детей встречаю, всех проверяю сумки, смотрю на форму. А как вы проверяете? Вы щупаете их? А у меня есть детектор. А это если ребенок придет с телефона? О, с телефоном у нас вообще нельзя. Если увижу, заберу и отдам классному руководителю. Телефоны запрещены во всех школах страны. И это строго. Так, подождите. То есть ты у мамы шантажом последнюю модель телефона выпросил? А привезти его в школу и похвастаться не можешь? Как говорил Стив Джобс, не верю. У моих друзей бывало находили телефоны, так вернули только в конце учебного года. А дети прячут, да, как-то телефон? Ну, бывает. Бывает, да? И вы все равно находите? Да, бывает, что и нахожу. Ну, это же дети. Но вообще школа у нас хорошая. А вам-то как, нравится? Да, школа ваша шикарная. Вообще. Ну да, и дети приятные у нас. Да? Да. Нет противных? Нет, все молодцы. Что-то так мне не повезло. А мне повезло. Душанбе вообще город безопасный. А народ здесь доброжелательный и спокойный. Кроме того, им есть куда выплеснуть лишнюю энергию. Гуштингири. Национальная борьба. Гуштингири отличается от остальных видов единоборств тем, что противники могут хватать друг друга за разные элементы одежды. В Таджикистане почти все мальчишки занимаются гуштингири с самого детства. Все занятия этой борьбой в Таджикистане бесплатные. Я уже учусь на втором курсе университета, а борьбой занимаюсь почти всю жизнь. И ни разу ничего не платил. Ты мне скажи, мне сказали, что вот все, кто занимается борьбой, должны прямо серьезно следить за питанием. Конечно, как и в любой борьбе. Строгая диета и прописанный рацион. Например, жареного жирного нельзя категорически. А если ты приглашаешь девушку в ресторан, ты что, будешь сидеть и грызть огурец, что ли? Нет, я просто не приглашаю девушек в ресторан, и все. Конечно, большинство таджиков не сидят на диетах, а едят все из большим удовольствием. А местная кухня здесь не только в ресторанах. Больше скажу, об нее тут буквально споткнуться можно. Вы знаете, местные хозяйки могут не переживать, если вдруг они увидят, что у них закончился хлеб, потому что есть всегда тандыр. 15 минут от центра города отъехать, и там просто на улице в каждом дворе будет тандыр для выпекания лепешек. Есть здесь и полноценные тандырные, где выпекают те же лепешки, но не для себя, а на продажу. По сути, это традиционные пекарни. Смотрите, они их лепят в три слоя. Пока ты туда наклонишься, тебе прям все обожжет. Работа здесь кипит с самого раннего утра. И, как видите, кипит в буквальном смысле, потому что жарко здесь, как в Душанбе. А сколько они времени там пекут сам? 15-20 минут. А сколько вы в день лепешек лепите, делаете? В день? Две тысячи. Две тысячи? Да. А хорошо, можно вопрос задать вам такой глупый? Мне уже нечего терять. А что у вас болит после работы? Ничего не болит. Ничего не болит? Спортсмены все. Там уже четвертый слой пошел. Как это выглядит? Так, смотри, это я уже помню. Это взяли так. Это водичку. Чик-чик-чик. И прилепило, да? Мама, мама, господи. Я не могу понять. Ай! Прилепилось! Ты видел? Ты видел, что прилепилось? Я не понимаю. Скажи хоть как-то, да? Мою лепешку, как и другую такую же, продадут за два самани. А традиционных тандыров, которые стоят просто посреди двора и в которых можно выпекать лепешки бесплатно и для себя, в центре города уже не встретишь. Дело в том, что город стремительно растет и перестраивается. В последние годы застройка в Душанбе идет полным ходом. Строятся не просто новые дома, но и целые районы. Но в стройках есть свои минусы, потому что много пыли. Больше того, тут еще есть цементный завод, который тоже не добавляет чистоты в воздухе. Но, как говорится, пыль уляжется, а цены останутся. Цены на жилье только растут. Квадратный метр в квартире без ремонта обойдется минимум в 650 долларов. Купить новую квартиру для местных – это очень недешево. Ведь официально средняя зарплата здесь на уровне 400 долларов в месяц. То есть меньше, чем стоимость квадратного метра. Спрос рождает предложение. Город совсем небольшой, а желающих здесь жить много. Кроме того, в последнее время к нам приехало много иммигрантов из других стран, которые подняли спрос еще выше. Когда я приезжаю в какое-либо место, обожаю ходить в гости, потому что именно там я узнаю, как же по-настоящему живут люди. Поэтому сейчас я иду к своей знакомой в гости, тем более мужа дома. Как я знаю, нет, узнаю все секреты. Обожаю. Сразу предупреждаю. Квартира, в которую я пришла, это жилье выше среднего уровня. Но так здесь тоже живут многие местные. Привет! Привет, привет! Здравствуйте, здравствуйте! Добро пожаловать. У нас порога не приветствуют. А, да, я же видишь как. Это моя старшая дочь Нулуфар. Она у нас в гостях. Слушайте, девочки, ну вы выглядите абсолютно как две сестры. Зачастую в душу моей семьи большие. И чаще всего несколько поколений живут в одной квартире. Ну, в данном случае старшая дочь живет отдельно. Это моя с мужем спальня. А вообще у вас принято с мужем в раздельной спальне? Нет, у нас спят вместе до самой старости. Храпит он? Да, да, да. Так, ну хорошо, идемте дальше. Интересно. Ой, мне так нравится. Слушай, тут все это такое-так беленькое, чистенькое. Это комната младшего сына. Ага. А сколько вообще метров тут ваше? 170. Да? То есть вам хватает места? Да, даже лишнее есть. Чтобы нормально жить в семье в Душанбе, оплачивать коммунальные плюс расходы на еду, надо примерно 500 долларов. Но у нас квартира большая, поэтому и расходы немного больше. Ну, с квартирой понятно. Теперь поговорим. А самые интересные женские разговоры, конечно же, происходят на кухне. А чем вы занимаетесь? Я работаю редактором на радио и телевидении, а дочка – блогер. А я смотрю, красивая женщина, умная, говорит красиво, видишь, родственная душа. А как к этому относятся мужчины ваши? Ваши? Конечно, хорошо относятся. Сейчас вообще перед тем, как невесту брать, даже спрашивают, есть ли у нее образование. Детей же тоже надо правильно воспитывать. Ну, есть, конечно, мужчины, которые не разрешают женам работать. Но это оговаривается до свадьбы. Девочки, мне вот что сказали, что мне же самое, я же думаю, надо спросить, надо спросить. Мне сказали, что официально у вас запрещено многоженство, но неофициально оно есть. Это правда? Да. Бывает. Но если узнают, то для мужчины это карается законом. А при разводе вторая жена не получает вообще ничего. За многоженство у нас предусмотрена для мужчины уголовная ответственность. То есть суд может не только штраф наложить, но даже лишить свободы. А мужчины бьют женщин у вас? Ну, у нас в семье нет. У нас, наоборот, принято уважать друг друга. Я, например, своего мужа называю только на «вы». Серьезно? В некоторых семьях мужа даже по имени не называют. А как? Называют именем старшего ребенка. Например, если дочь зовут Нилуфар, то называют папа Нилуфар. Так, осталось только посмотреть гостиную. Уже даже не знаю, чем меня там будут удивлять. Ну, я просто, мне как интересно, что я даже своего мужа называю на «вы». Василий, вы? Ой, мама дорогая. А это мы так встречаем гостей. Это вы так встречали? И вас, и всех гостей. Так это же еще не все. Конечно, это сладкий стол, а здесь горячее. Сколько времени тратить, чтобы сделать такой стол? Полдня. Ну, то есть каждый приход гостей – это целое состояние. Но когда гости радуют, что это компенсируется позитивными эмоциями. Ну, вот такой у нас менталитет. Не зря же гостеприимство часто называют восточным. Это у нас такие традиции. Нам просто нравится радовать гостей, и это совершенно искренне. А теперь я пойду смотреть на местный университет, и надеюсь, там уже обойдется без угощений. Ну, просто физически не могу есть уже. Поступить в ВУЗ в Таджикистане можно по результатам вступительных экзаменов. Есть и бюджетные места, и платные. Например, у нас в медицинском обучение стоит от 30 тысяч самани в год. Но платишь ты или нет, учиться надо в любом случае. Иначе держать тебя здесь никто не будет. Отчислить из университета могут не только из-за неуспеваемости, а даже из-за пропусков. Есть определенное количество пропусков, которые ты можешь пропустить по неуважительной причине. А если больше, то все, до свидания. Да, все очень строго. Но если учиться тяжело и с каким-то экзаменом не справляешься, то есть здесь и маленькие лайфхаки. Каждый год на крупные праздники у нас проходят массовые маршировки. И если студент в них участвует, то для него будут некоторые поблажки при учебе. А что такое? А покажи, как паршировка. Ну, просто вот так вот идешь? Нет, как это? Как выглядит это? Ну, это вроде как парад. Мы 2-3 месяца разучиваем движения. Потом нам дают костюмы, и уже на параде все это складывается в одну большую картину. Это синхронные движения, да? Да, да. А, я поняла, потому что я же не могла понять, что это такое. А ты каждый год участвуешь в этом? Не каждый. Это же непринудительно. Надо понимать, что если студент не знает предмет, то только за маршировку ему зачет никто не поставит. Учиться все равно надо. И не только учиться, но и опять же правильно одеваться. Для студентов и преподавателей правила одинаковые и очень простые. Джинсы и бороды в университете носить нельзя. Ну, слава богу, я сегодня не в джинсах и без бороды. Могу пройтись и посмотреть на широкие коридоры и просторные аудитории. В принципе, почти такие же, в которых училась и я. Но вот экзамены здесь дают уже немного иначе. Договориться с преподавателем на экзаменах, чтобы получить хорошую оценку, практически невозможно, потому что экзамен принимает искусственный интеллект, ну, компьютер. Все для того, чтобы не было никакой предвзятости. Компьютер ведь ко всем одинаково объективен, а у людей есть человеческий фактор. Ну, хорошо, сдал ты всем компьютерам все экзамены, закончил университет, а дальше здесь как? Ну, вообще, работу найти легко после окончания университета? Нелегко, но реально. У нас есть разные заводы и предприятия. Это знаете где я? Это вот уже готовый каркас нового электробуса. То есть сейчас ездят автобусы, а к концу года вот на этом заводе сделают, издадут и уже в производстве будут по Душанбе ездят новые электробусы. Потом поставят стульчики, сиденья и все. И будет экологически чистый транспорт в Душанбе. Помните, в начале выпуска упоминали, что общественного транспорта не хватает? Так вот, местные это прекрасно знают. Поэтому решили не мелочиться и построить целый завод по производству транспорта. После резки идет сварка каркаса. Дальше очистка, грунтовка, облицовка и покраска. Вот здесь как раз и происходит покраска. Пахнет как будто в галерее, знаешь, художественной. Мы делаем и электрические автобусы, и дизельные, и на газу. В год производим 350 машин. И фактически все они ездят здесь же, в Таджикистане. Дальше мы попадаем на сборочную конвейерную линию. Видите, уже тут все похоже. И вот это вот финальная контрольная линия. Все, электробус готов, так сказать. Сейчас прицепят вот уже ограждение. И с начала следующего года уже по городу должны ездить 30 электробусов. И автобусы, и сам завод выглядят очень современным. Честно сказать, я даже не ожидала здесь такое увидеть. Но красота чистенько, аккуратненько, экологичненько. А какой завод чистый. Вы обратили внимание, не знаю, обратили ли или нет, а я так. Молодцы, молодцы. И хоть многое на конвейере автоматизировано, рабочие руки все равно нужны. Работа у нас всегда есть. Но найти сотрудника не всегда так просто. Ведь в такой стране такой завод только один. По этой же причине все наши специалисты учились за границей. Вы давно отработаете? Семь лет уже. И что вы делаете? Да вот, ручки прикрепляю. Ой, так это неправильно. У меня муж как повиснет на этой штуке, и все, она потом ломается. Надо хорошо ее сделать, да? Вот это я понимаю, ребята заботятся о качестве. Даже чтобы ручки к поручнями крепить, отправляет человека за границей учиться. А вы во сколько приходите на работу? Работаем с восьми до шести. Но тут же у нас еще обед. И зарплата хорошая? Хорошая. Сколько вам платят? Ну, секрет фирмы. Секрет фирмы, но платят хорошо. И кормят тоже, да? И форму дают. Правильно? То есть жена довольна? Она в восторге. Ну так что вы хотели, понимаешь? В шесть часов человек заканчивает работу, и сытый с деньгами приходит домой. Еще и закручиваю, чтобы мой муж нормально не сломал никакой автобус. А вот знаете, что я заметила? Что здесь даже рабочий на заводе чистый, выглаженный и опрятный. Могу ошибаться, но как будто он даже маникюр сделал. И это, чтобы, извините, гайки крутить. Но с этим надо разобраться поподробнее. Это уже моя тема. Ухаживать за собой для местных женщин и для мужчин – это очень-очень-очень важно. Ну, мне так сказали. Поэтому иду в салон красоты для того, чтобы на самом деле убедиться, так ли это. Так, и еще как. Салоны мы просто обожаем. Но при этом никто не любит делать себя искусственной. Значит, я приезжаю в какую-то страну, они говорят, мы, говорит, все делаем пластические операции. Где-то делают попу, где-то грудь, где-то вообще не делают пластическую операцию, где-то маникюр только натуральный. Вот скажи мне, что женщины в Душанбе любят и делают больше всего? Тут целый список. У нас женщины фактически график себе строят. Когда реснички, когда маникюр, эпиляция, покраска, чистка. И так по каждой процедуре. Но не только женщины, мужчины тоже приходят. Скажи мне про мужчин поподробнее. Пусть послушают. Они, конечно, проще, но за собой тоже следят. Прическа и маникюр – это основное, что делают. Но самое забавное, что при этом в женщинах они многое не замечают. Мужчины есть мужчины. Мужчина должен быть чистый и опрятный. А женщина – натуральный и красивый. Не знаю, как еще описать. Мужчины часто путают яркий макияж с ненатуральностью. А если женщина, скажем, нарастила волосы или ресницы, то он может этого даже не заметить. Нет, но он, конечно, видит, что жена вроде бы стала краше. Но вот что именно изменилось, вряд ли поймет. А что вы делаете? Здравствуйте. Сейчас чистку лица. А вообще все делаем. Леночка у нас утром приходит и вечером уходит. Серьезно? Да, да. А дети, работа, муж – это нет. А о себе тоже иногда надо думать. Вы знаете, а я тоже хочу, на самом деле, утром прийти в салон и вечером уйти. А не вот это вот бегать по полям, по лесам, понимаешь, и работать. Любимую работу. А скажи мне, знаешь, что еще интересно? А вот что является, знаешь, как это, как вульгарным? Вот если вот женщина, там, ей-за, может быть, красные ногти или, наоборот, натуральные ногти. Ну, ей-за, что-нибудь. Ну, вот как раз что-то яркое, пестрое и не любят. У нас ведь внешность сама по себе яркая. Но главное, что как бы женщина ни одевалась или ни красилась, никто ей и нигде плохого слова не скажет. В Душанбе меня все уверяют, что народ здесь светский, и каждый имеет свободу выбора. И, кроме того, здесь на улицах очень безопасно. А если что-то и случилось, то решать проблему можно даже через интернет. Если вдруг кто-то из горожан на улице увидел правонарушение, то он может просто написать в группы в соцсетях, и правоохранители отреагируют на пост практически как на звонок. В органах есть специальные люди, которые мониторят социальные сети в ожидании именно таких заявлений. Ну, прямо интернетократия какая-то. Это и интересно, и по городу гулять. После такого еще спокойнее. Я в ботаническом саду. Вы сейчас думаете, наверное, я буду тут смотреть какие-то деревья, какие-то новые растения. А нет, я пришла узнать, как живут местные пенсионеры. А если точнее, то как живут, что едят и о чем говорят местные пенсионеры. Добро пожаловать в клуб активного долголетия. Мы здесь собираемся по несколько раз в неделю, занимаемся спортом, гуляем в парке, играем в игры, устраиваем фэшн-показы. А сегодня вот готовим плов. Но, как говорится, плов готовится, разговоры разговариваются. Есть время задать пару вопросов. А скажите, на пенсии люди живут в Таджикистане, они могут сами жить? Или все-таки им должны помогать дети, иначе вы на свою пенсию не сможете выжить здесь? Помогают, всегда помогают дети. Пенсия у нас маленькая, так что на авось не понадеешься. Тут надо либо дальше трудиться, либо чтобы дети помогали. А вот мне интересно, порицается ли обществом люди, которые не помогают своим родителям? Однозначно да. Но в Таджикистане это почти невозможно. Но очень-очень редкое исключение. Ну, вот таков наш менталитет. Пенсионный возраст у нас 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Выплаты есть, но очень маленькие. Примерно от 600 до 1200 самани в месяц. Ну, вот жизнь на пенсии здесь, в Таджикистане, она интереснее, ярче или скучно, одиноко. Вот как вот у вас это происходит? Потому что в разных странах по-разному. Ну, вот благодаря этому клубу стало нескучно. У нас появились занятия, развлечения, какая-то отдушина. То есть, когда вам дети говорят, мама, мы вам приведем внука, вы говорите, нет, я сегодня не могу, я сегодня... Да-да, поначалу чертыхались, а сейчас уже загодя знают, что вторник, пятница, воскресенье бабушке не будет у нее свои дела. И для бабушки это очень важно. Вот что самое главное... Давайте скажем людям помоложе, которые еще не пришли к этому возрасту, что важно? Важно не забывать о себе. Вот у нас так принято, что женщина всю жизнь отдает семье. Она всегда следит за мужем, за детьми, за внуками и вся-вся там. И вот только на пенсии появился такой клуб, где есть неторопливое общение и возможность никуда не спешить. Это просто спасение. Конечно, на пенсии хочется вырваться, в конце концов. А скажите, мне интересно, вообще, вот молодежь, она здесь, в Таджикистане, очень сильно отличается от того, каким были вы в молодости. Очень, конечно, очень. Они молодцы, они прогрессивные, быстро соображают, все схватывают на лету, но при этом сидят в гаджетах и пропускают столько всего живого вокруг. Я человек старшего поколения, телефоны почти не застала, и при этом до сих пор переживаю, что что-то не заметила. Мало ли, сколько нам еще осталось, надо все успеть. Поэтому мне бы, конечно, хотелось, чтобы молодежь развивалась, но при этом и не пропускала жизнь в реальности. Как же прекрасно видеть, когда старшее поколение заботится о младшем, а младшее считает попросту некультурным не помогать поколению старшему. И так из года в год, из поколения в поколение, основываясь на заботе, и строилась таджикская культура. Субтитры создавал DimaTorzok Душанбе стал для меня открытием. Конечно, я ожидала увидеть здесь искренний и радушный народ, но, признаюсь, не настолько. Я ожидала увидеть здесь современный город, но, честно говорю, не настолько. И, конечно, я знала, что здесь меня будет ждать восточное гостеприимство. Но столько улыбок, подарков и угощений я не то чтобы не ожидала, а я еще не видела. А все это потому, что... Ну, вот такой у нас менталитет. Ну, вот такой у нас менталитет. Ну, вот такой у нас менталитет. Но это еще не все. Смотрите в следующей серии. Я вязываюсь в незаконную авантюру. Так, а вы кто? А мы нелегалы. Наконец-то нахожу работу по душе. Девочки, дайте я еду, подождите. И ищу ключи от местной еды. То есть вы видели, чтобы орехи открывались ключами? Субтитры создавал DimaTorzok